Друзья, всем привет! Сегодня 27 ноября и пришло время снять топ-10 популярных разводов от официальных дилеров, с которыми вы можете столкнуться, если вдруг пойдете покупать новый автомобиль за наличный расчет, по системе трейд-ин, по системе кредитования, если вдруг вы хотите купить доп. оборудование официального дилера. До нового 2019 года осталось совсем немножко, один месяц, и многие начинают думать, что в декабре, в конце года, самые выгодные предложения. Вот сейчас нужно брать машину, а то в следующем году цены вырастут, НДС вырастет, все вырастет, и я уже не куплю автомобиль. Поэтому давайте разбираться, где нас будут обманывать. Я считаю, что данный сюжет будет максимально полезен каждому из нас, ведь периодически все равно, мы с вами смотрим на новые автомобили, многие из нас покупают в кредит, но потому что в стране жопы денег не хватает, а новую машинку хочется. Друзья, сюжет полезный, но предварительно надо посмотреть коротенькую, полезную рекламу от блондина. Что буду рекламировать, даже не догадаетесь. Смотрим. Друзья, вот и пришли холода, да и зиму обещают суровую, поэтому как минимум себя и своих близких нужно защищать от вирусов и простуд. И поэтому я вам хочу представить мед Бифани из Египта с добавлением натуральных фруктов. Почему из Египта? В Египте, друзья, входит в топ-10 стран по производству меда. Если вы занимаетесь спортом, то этот мед вам незаменим как до тренировки, так во время тренировки и после тренировки. Попробуйте использовать его вместо предтрена. Все натурально и действительно тонизирует и бодрит вас. Многие из нас автомобилисты много времени проводят за рулем. Его использовать можно от сонливости. Друзья, не нужно слушать никого, достаточно заказать хотя бы одну упаковочку, попить чайку с медиком одну недельку и вы сами почувствуете результат. Да и в рабочее время треснуть чайку с медиком, милое дело, это вам не поганый кофе растворимый, которому место в одном месте. Все подается в удобных упаковках. Всем мамашам и папашам, у которых есть дети, которых нужно кормить кашей, вот это для вас чудо. Заходит каша с медом на ура. И самое главное, при этом дети укрепляют свой иммунитет. Никаких аллергенов здесь нет. Мед с орешками это отдельная бомба. Ну и конечно, есть мед на основе корня красного женьшеня. Для чего это нужно? Это мед для мужчин. Я думаю, объяснять здесь ничего не нужно. Друзья, заказывая любой комплект, один тюбик вы получаете в подарок. Это действительно полезная реклама, за которую не стыдно. Если вдруг вы не определились с подарком на Новый год или ближайшие праздники, не ломайте голову. Вот вам, пожалуйста, все ссылки в описании. Заказывайте подарки, которые порадуют ваших друзей, близких и родных. Все самое вкусное и натуральное, только для лучших. И первое, с чего мы начнем, наличный расчет. Казалось бы, какие здесь могут быть проблемы? Приходите, стоит автомобиль, лежит ПТС, договор, в котором вам нужно сверить самое простое, ваши данные, чтобы были написаны без ошибки, комплектацию автомобиля, ВИН-номер. Казалось бы, всего лишь две страницы, первая и последняя. Все, если вы увидите ПТС, на этом вопрос как бы закрыт. Но что бывает, когда мы хотим получить хорошую скидочку? Мы находим того дилера, который говорит, смотрите, есть классное предложение. Оплачивайте все 100% суммы автомобиля, и мы в кратчайшие сроки привезем под вас его с ближайшего склада, выкупим под вас ПТС. И казалось бы, блин, слушай, вроде бы хорошая скидка. Понятие хорошая скидка здесь растяжимое. На некоторые автомобили это может быть 30 тысяч рублей, на какие-то автомобили это 500 тысяч рублей, где-то это 200 тысяч рублей. Все зависит от марки автомобиля и модели. Но давайте рассмотрим с вами частую ситуацию, когда люди попадают в просаг. Вы приезжаете, оплачиваете все 100%, и люди выкупают официальный дилер не в ваш ПТС, а в предыдущего человека. Так в основном поступают, когда у дилера начинаются плохие дела. И зачастую такие салоны, как правило, закрываются в ближайшие полгода-год. Независимость, все мы про них прекрасно помним. И поэтому, чтобы не оказаться в такой ситуации, никогда в жизни не оплачивайте 100% сразу всей суммы, если вас не заверили, либо там не работает ваш какой-то близкий родственник, друг, который вам дает сличную гарантию, что он вам автомобиль этот привезет. Такое бывает. Но если вы видите человека впервые, и он вам говорит, все классно, 3-5 дней, как правило, этот срок затягивается до месяца. И вот тут обязательно читайте условия договора, что будет, если официальный дилер просрочит сроки поставки автомобиля, какие пени вы будете получать за каждый день просрочки. Но в любом случае ситуация крайне неприятная, и вы за это время можете посидеть. Сталкивался с ситуацией, когда люди 3 недели ждут автомобиль, и им кажется, что все, их обманули, их кинули, и что делать, они уже не знают. Второе. Это предоплата. Предположим, вы нашли автомобиль, все, вы приехали, вы удостоверились, что ПТС купят за свой счет. Вы удостоверились, что автомобиль действительно стоит на парковке у дилера, и вы даже вышли, потрогали, посмотрели его. Дилер вам скажет, ребят, давайте оформляться, оставляйте предоплату, чтобы мы начали предпродажную подготовку, чтобы мы начали заказывать ПТС из банка, если вдруг ее нет, и мы выкупим ее за свой счет. Здесь нужно быть предельно внимательным. Самое главное, когда вы оставляете сумму, это может быть 10 тысяч рублей, это может быть 15 тысяч рублей, 50 тысяч рублей, все сугубо индивидуально, чтобы эта сумма шла именно как предоплата по договору. В таком случае, если вдруг пройдет 2-3 дня, и вы передумаете покупать автомобиль, вы найдете выгоднее предложение, вы приезжаете к дилеру, пишете ему заявление о возврате средств, и все, вам в течение 10 дней эти деньги вернут. Если же вдруг вы подписываете задаток, в таком случае вам эти деньги не вернут, потому что задатки, как правило, вообще не возвращаются. То есть это будет уникальный индивидуальный случай, если дилер пойдет вам навстречу. Они вам скажут, мы понесли убытки, мы привезли под вас автомобиль, мы его почистили, помыли, выкупили ПТС, а вы отказались. Это будет неприятная ситуация для вас. Второй момент, который тоже нужно учесть здесь, это если вдруг вам официальный дилер дарит доп. оборудование. Обязательно попросить, чтобы он это как-то прописал, что это именно подарок, что цена за каждое доп. оборудование 0 рублей 0 копеек. Потому что часто бывает такое, что людям обещают доп. оборудование на 50 тысяч рублей, в которое входит сетка, защита картера, ну всякая ерунда, до этого мы даем чуть позже. Вдруг они отказываются. Им официальный дилер говорит, слушай, мы тебе ставили доп. оборудование, вы понесли убытки, вы поставили на автомобиль тебе это как бы в подарок. Но раз ты отказываешься, тогда оплачивают доп. оборудование. И в договоре зачастую это прописано, что вы как бы это покупаете. И с точки зрения юридической чистоты, если они пойдут в суд и подадут на вас, они могут выиграть это дело. Третье. Самая низкая цена. Казалось бы, сколько уже роликов гуляет по интернету на эту тематику. Но тем не менее, моделируем с вами ситуацию. Автомобиль в определенной комплектации стоит 2 миллиона рублей у официального дилера на официальном сайте. Вдруг вы находите предложение, где цена этого автомобиля миллион пятьсот. Или же находите, где цена этого автомобиля миллион восемьсот. И сколько раз про это было сказано. Если миллион восемьсот цену дает официальный дилер, то, как правило, эта сумма достигается при условии, что вы сдадите автомобиль в трейд-ин раз. При условии, что вы возьмете автомобиль в кредит два. При условии, что вы купите каску официального дилера три. При условии, что вы поставите доп. оборудование официального дилера четыре. И поверьте мне, если вы выполните все эти пункты, автомобиль будет стоить вам не миллион восемьсот, а в лучшем случае два миллиона двести, а то и два миллиона четыреста тысяч рублей Потому что накрутки и обманы бешеные Если вдруг вы находите автомобиль за полтора миллиона рублей, приезжаете, а там дом стоит, подземная парковочка, ребята добродушные Бегите оттуда, это неофициальные дилеры Серые дилеры кинут вас так, что вы просто будете плакать горькими слезами и никто вам не поможет Еще раз повторяю, если вы нашли автомобиль от неофициального дилера, не верьте, никогда такого не будет, что вам все оплатят и перелет, и приехать, и каскать, и то, и все, и пятое, и десятое Пожалеете очень сильно Четвертое, купить автомобиль по системе сдать свой автомобиль в трейд-ин Вот, казалось бы, стоит ласточка Toyota Camry 3.5 2013 год Приезжая к дилеру на оценку, что он делает Выходит такой, знаешь, с умным видом и с толщемером Ты можешь ему рассказывать о том, что машина идеальна, что нет никаких ДТП, что просто конфета-писечка стоит перед тобой, забирайте ее скорее Он посмотрит первичный осмотр, знаешь, пощупает, нет ли крашенных элементов После этого он отправляется принять решение Как вы думаете, куда он отправляется? Он отправляет за компьютер, садится, заходит на автору, забивает все те же самые параметры и видит, что этот автомобиль с моим пробегом, условно, торгуется по цене 1 миллион рублей Он звонит каким-нибудь своим коллегам, типа, и стоит и говорит Парни, приехала такая-то машина, как думаете, за сколько уйдет? Они говорят, ну смотри, 950-980 отлетит Соответственно, для вас он цену за примерно 800-850 тысяч рублей Важно понимать для объективности, что бывает ситуация, когда дополнительный бонус, например, идет 100 тысяч рублей Если вам автомобиль оценили в 850 тысяч, плюс дают еще сверху сотку, 950 И при этом тут же ее забирает, не нужно никому ее показывать, ходить, говорить, что вот, нормально Ведь все приезжают, все торгуются Возможно, для вас трейд-ин будет выгоден Здесь все сугубо индивидуально Поэтому, если вдруг вы хотите воспользоваться услугой трейд-ин Рекомендую вам в выходной день заехать к двум-трем разным дилерам Дать им автомобили послушать, что они вам предложат Возможно, вас это предложение устроит Ну, а возможно, вы скажете, хотят обмануть Мы перемещаемся к нам в офис И здесь мы обсудим пункт договор Что такое договор? Это один из тех самых важных для вас документов На основании которого, вдруг, что вы можете апеллировать Да и вообще, куда без договора? И многие спрашивают, а что здесь читать? Друзья, в моем случае, например, для образца Договор на 12 страниц Встречаются договора, где одна страница И, казалось бы, когда вы придете к любому дилеру, вам скажут Да они все типовые, все одно и то же Если вы покупаете автомобиль за наличный расчет Лежит ПТС, стоит машина Все, что вам нужно сверить в этом пункте Это, как правило, первая страница, где прописываются ваши данные Идет комплектация автомобиля Где идут цены на автомобиль И последняя страница, где также указываются ваши данные Ну, скажем так, реквизиты сторон Все Но в любом случае, по-хорошему, нужно читать каждый пункт Почему? Вот вам простая ситуация Так сказать, выдержка от нашего акционера Зачитываю Человек получил договор Сидит, изучает его и доходит такой пункт 3.5 Учитывая, что автомобиль доставляется продавцу от завода-изготовителя Покупатель подписанием настоящего договора Дает свое согласие продавцу на устранение несущественных недостатков автомобиля Например, царапин, сколов, трещин стекол Повреждение элементов салона и так далее Установленных продавцом до момента передачи автомобиля покупателю Без получения на это какого-либо согласия покупателя И без дополнительных поведомлений об этом О чем это говорит? Перестраховался дилер? Машина едет? Допустим, она там поцарапалась, ударилась Все Подписался? Какие могут быть претензии после этого? Это важно особенно для тех, кто приходит и ждет свой автомобиль Из ближайшей поставки Либо же то, что вот сейчас его с какого-то там склада привезут Но денежку 10, 20, 50 тысяч оставьте прямо сейчас Поэтому, если вы берете договор и, как говорится, смотрю в книгу, а там вот это для вас написано Как правило, обращайтесь лучше к людям, которые разбираются Не так, чтобы ты взял друга с собой Санька, Васька, вы приехали, вас трое, но вы ничего не понимаете Лучше взять договор и отдать его какому-нибудь юристу Чтобы он посмотрел и сказал, что он чистый или не чистый Каска Покупая автомобиль в кредит, нас заставляют И обязывают делать Каска Очень важно, если вдруг вы нашли для себя подходящий кредит И вы знаете уже банк Позвоните, не подвинитесь и спросите их требования Минимальные требования для страхования Если это требование угон тотал И вас это устраивает, то, соответственно, вы сэкономите денег Потому что придя к менеджеру, он вам начнет рассказывать о том, что у нас только полное страхование Полное страхование это, к примеру, 100-150 тысяч рублей, смотря какой автомобиль будет у вас И тут вопрос, а почему, почему так поступает менеджер, когда можно сделать Каска И банк это устраивает по системе угон тотал А я вам расскажу Если вы делаете Каска угон тотал, то бонусная премия составляет порядка 10% Если вы делаете полная Каска, то бонусная премия составляет порядка 25% В некоторых случаях, когда автомобиль дорогой Бонусная премия может дойти до 35% О чем это говорит? 25% это поле, где вы можете поторговаться Если вам сказали 100 тысяч, можно еще покачать Это действительно работает и можно найти в других компаниях пониже цену Поэтому важно, чтобы вы понимали, что менеджер не думает о том Ну смотрите, у вас такая хорошая машина, а вдруг вы поцарапаетесь Сейчас сколько машин-то продается Все хотят денежку И вот эта девушка или этот молодой человек, который сидит напротив вас Не он получит эти проценты Это получит его там, скажем так, организация До него долетит в лучшем случае 2-3% Возможно, чуть больше Дополнительное оборудование Как правило, приезжая в автосалон, пока идет оформление Либо пока вы присматриваете еще к автомобилю Вас наверняка пригласят в доп. оборудование Ведь как же вы будете ездить без сетки? Как же вы будете ездить без защиты картера? А антикоррозийное покрытие Все это нужно сделать И стоит взглянуть в этот список с ценами, можно приятно удивиться Мягко говоря Так, например, сетка, которая на стороне стоит 1500 рублей Вам могут ее предложить по цене 13000 рублей Защита картера, которую вы можете купить точно такую же за 3000 рублей Вам могут предложить за 15000 рублей, но с установкой Друзья, покупать дополнительное оборудование официального дилера Я не вижу вообще никакого смысла Все это можно купить на стороне Все это можно установить в специализированных сервисах без потери гарантий В том числе и спутниковые сигнализации Многие думают, вот, я пришел и я таким был Мне спутник подарили А потом выясняется то, что спутник это абонентская плата Если ты покупаешь автомобиль, например, на 5 лет Каждый год ты будешь платить по 20-точке Соточку ты отдашь просто за абонентскую плату Поэтому нужно понимать то, что все вот эти подарки Они имеют двоякое впечатление С одной стороны тебе дарят А с другой стороны этот подарок стоит 3000 рублей А уж покупать допы на 100 тысяч рублей официального дилера Знаете одно, что то же самое на стороне Вы купите 1000 за 30, за 35 максимум Поэтому обязательно сверяйте цены Сделайте фотографию Посмотрите, по чем вам это предлагают И по чем вы можете купить на стороне Копеечка, хорошая копеечка останется в вашем кармане Различные мелочи Так, например, давайте для простоты счета возьмем Что ваш автомобиль стоит 1 миллион рублей Вы покупаете его за наличный расчет Либо в кредиты, вы уже все цены видите Где еще вас могут обмануть Так, например, вам могут продать дополнительную услугу Например, чистота юридическая договора за 5000 рублей Вы можете понести наличку в кассу Вам скажут процент за сбор Я когда спрашиваю, за что, почему процент Говорят, ну как, кассир сидит, зарплату он хочет Я говорю, и что, я что ли должен эту зарплату обеспечивать Ну а кто еще, мы что ли будем за него платить Если вдруг вы хотите сделать перечисление Либо посмотреть банковской картой В некоторых салонах бывает такое, что банки-партнеры без процентов Но зачастую, естественно, взымается процент Некоторые салоны пошли на хитрости серии Вы берете кредит, например, на 1 миллион рублей И с вас попросят 1% в качестве дополнительного платежа им За что, никто объяснить не сможет Но как бы вы должны заплатить 1% И вот здесь может быть разное Поэтому помните одно Что если машина стоит 1 миллион То вы должны отдать 1 миллион Все остальные суммы из серии Миллион плюс 5, 10, 20 тысяч рублей И вам официальный Дир не может объяснить Откуда взялась эта сумма Или это что-то там Покупка какой-то гарантии Покупка консультации Просто скажите Я хочу отказаться Мне это не нужно Потому что вам это серьезно Не нужно ни капельки Ну и, конечно же, кредит Это самая опасная и самая страшная авантюра В которую можно только ввязаться Потому что найти кредит изначально На выгодных условиях На честных условиях Я вам честно скажу Это нереально Все вот эти одобрения за 30 минут Когда вы сидите еще в салоне Вам уже говорят Все, подписывайся Вот ключи, уезжай Не вздумайте Вот смотрите Для вашей простоты, удобства Я сейчас вам вывожу на экран График Который мы видим с вами 1 миллион 820 тысяч рублей стоит автомобиль 700 тысяч рублей Первоначальный взнос Ставка 9,5 Это относительно, скажем так Низкая ставка Просто так прийти Такую ставку очень тяжело получить И вот смотрите Многие спрашивают Куда смотреть В какую сторону Вот с правой стороны Сумма кредита 1 миллион 262 тысячи 771 рубль Простыми движениями проверяем 1 миллион 820 тысяч рублей Это сумма нашего автомобиля Вычитаем из нее 700 тысяч рублей Первоначальный взнос Нам не хватает 1 миллиона 120 тысяч рублей Для того, чтобы купить автомобиль Что предлагает нам банк Он нам предлагает 1 миллион 262 тысячи 771 рубль То есть на 142 тысячи рублей Он чего-то там впихнул При этом они всегда апеллируют тем Что процентная ставка ниже 9,5 Чего-то там Это страховые услуги Страхование жизни ГАП может быть Страхование Все что угодно Для чего они это делают Вот общаясь с кредитными специалистами Задаю вопрос Вот скажите пожалуйста Вот если придет 10 человек Как много людей согласиться На низкие проценты И сколько людей Которые скажут Нафиг это нам не надо Пусть процент будет выше Но он будет честным Из 10 человек Она сказала так Что 9 человек возьмут Низкий процент И только один человек Как правило Это который знает Который понимает Что его обманывают Как обманывают Вот открываем Другую страницу То же самое Тот же самый расчет Того же самого кредита Но уже без страхования Миллион 162 тысячи рублей Это та сумма Которая нам нужна Но при этом Процентная ставка Стала 16,5 Вот смотрите Если сейчас все посчитать То переплата С такой процентной ставкой Составит там порядка 300-320 тысяч рублей А если же рассчитывать Со страхованием в жизни Где процентная ставка ниже Переплата будет выше И многие говорят Ну какая разница Если там немножко Выше переплата Либо бывает так То что они вровень В страховании жизни А вдруг вы умрете А вдруг что случится с вами И так далее Но это понимаете Это на самом деле Обман очень тонкий Почему? Когда ты берешь кредит На 3 года И ты надеешься Что ты его хочешь Закрыть досрочно Если вдруг ты его Закрываешь досрочно Ты экономишь по проценту Это раз Если вдруг ты закрываешь Кредит досрочно Со страхованием в жизни Очень мало страховых компаний Которые пойдут тебе навстречу И вернут страховку За неиспользованный период Поэтому Когда вы берете кредит В первую очередь Смотрите Именно на ту сумму Которую вам банк одобрил Вот именно здесь Если вам не хватает Миллиона рублей То должно быть написано Сумма кредита Миллион рублей В среднем Процентная ставка Когда вы подаетесь На 2 документа Права И паспорт Это будет 14-16% Редко бывает такое Что людям удобряют Под 11% Но это как правило Сумма меньше миллиона Здесь процесс Очень тонкий Но основное Куда вы должны смотреть Это вот эта шапка Где указана Стоимость автомобиля Первоначальный взнос Процент Сколько месяцев Вы платите Ежемесячный платеж И самое главное Сумма кредита Если вдруг Вы чего-то не видите Обязательно Попросите менеджера Чтобы он вам Расписал Сразу все показал Есть кредитный калькулятор Я вам про него говорил Он бесплатный Он нейтральный Вы заходите на него Пишите сумму кредита Которую вы хотите взять Вы пишете процентную ставку И он вам автоматом Пересчитывает С эффективной процентной ставкой Сколько вы переплатите Таким образом Вы видите общую картину Встречаются порядочные люди Которые сразу Подают заявку честную И банки одобряют Но чаще всего Банку это невыгодно Потому что ему Нужно заработать на тебе Не помочь тебе машину купить Когда 10 человек Стоит в очереди Он приходит Так ты первый Что там Ты безо всего хочешь Он говорит Иди нафиг По причине того Что 9 человек На очереди возьмут На более выгодных условиях Для него Поэтому друзья Кредит Это очень опасно И будьте Прямо максимально На чеку С первого раза Всем пытаются Воткнуть За страхование И дополнительные платежи В тело кредита И в заключение Когда же выгодно Покупать автомобиль Многие думают О том Что в декабре Самые лучшие цены Друзья Я и здесь готов Поспорить Потому что в декабре Автомобиль Сам по себе Автоматом теряет В цене Месяц пройдет И он у тебя Уже прошлогодний Когда ты будешь Его продавать Писать о том Что я купил В конце года В декабре Да никому Это не интересно По документам Он прошлого года Второй момент Важно смотреть Вот вы приехали Стоит автомобиль Лежит у него ПТС Если вам делают Хорошую скидку Откройте Посмотрите Когда этот автомобиль Был произведен Как правило У дилеров Все автомобили Которые стоят Более 40 дней Уже начинают Вызывать тревогу А если автомобиль Стоит полгода То это вообще Товар Залежавшийся Его нужно Поскорее скинуть Это тоже Влияет на цену Очень часто Бывает такое Что комплектация Неудачная Цвет некрасивый По мнению большинства Скажем так Комплектация Невостребованная Автомобиль стоит Он исправен С ним все хорошо Но он стоит Соответственно У него тоже Дополнительно Могут сделать Хорошую скидку Вот эти факторы Их нужно взвешивать И смотреть Что из них Вас устроит А некоторые Факторы Если посмотреть Вроде бы сделали скидку Но автомобиль И так потеряет в цене Да нет никакой скидки Все это иллюзия Какой дилер лучше Где самые большие скидки По совету Хорошего проверенного дилера Как часто Я слышу эти вопросы Но на самом деле Друзья Нет такого дилера Абсолютно Вот взять 10 человек Не нужно заводить Там где-то знакомство Чтобы он вам рассказывал О том Что он ваш друг Для вас Всегда будут хорошие предложения На моем личном примере На моем личном опыте Я понимаю одно Что в каждом месяце Постоянно нужно Обзванивать всех И собирать все предложения Вот в этом месяце Дилер номер Икс Сделал хорошее предложение В следующем месяце Он же И близко Не сделал это предложение Дилер номер Н Сделал Самое плохое Преложение Вообще Отказался Разговаривать В следующем месяце Он может сделать Самое лучшее предложение Поэтому, чтобы получить реально самую низкую цену, нужно обзванивать всех И в заключение я хочу сказать следующее Друзья, я вам не сочиняю эту информацию, я не считаю себя каким-то там экспертом Я просто периодически помогаю людям найти автомобили За последние 4 месяца я нашел 47 автомобилей, 32 из которых купили в кредит Что я могу сказать, что действительно ситуация на рынке сложная Иногда бывают приятные бонусы, иногда бывает так, что ты понимаешь, что вообще невыгодные предложения, да еще и цены поднимают В любом случае, я записываю данный видеоролик для того, чтобы вы экономили свои деньги Будьте начеку, делитесь этим роликом со своими друзьями Ведь сэкономить денежку, а при покупке автомобиля это не 100-200 рублей, а в тысячах исчисляется Это всегда приятно Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки Подписывайтесь на инстаграм нашего канала, высказывайте ваше мнение в комментариях Если у вас есть интересная тема для сюжета или же вы хотите рассказать что-то интересное, уникальное Все контакты со мной в описании У меня на этом пока что все, до новых встреч, всем пока-пока